Всем привет, меня зовут Алена, если тут первый раз, то добро пожаловать, если же нет, то я безумно рада, что ты вернулся. И сейчас у нас карантин, и как я уже говорила, что за это время я бы очень хотела начать готовить что-то новое, научиться готовить что-то новое, или, возможно, немножко апгрейдить вообще в целом свой навык того, что я уже готовила, и также показать вам, что я вообще делаю, что мне интересно сейчас, и поделиться несколькими моими рецептами, которые я недавно для себя открыла. И, как видите, сзади у меня совсем нет никаких цветов, как это бывает обычно, все потому, что я их поставила пока что на кухню, и сегодня я уточняла момент того, что они как-то не очень себя чувствуют, и мне сказали, что их нельзя перетаскивать из комнаты в комнату туда-обратно, и вообще это для них огромный стресс, и что ты вообще делаешь? И я такая, упс, и я поняла, что мне нужно их немножко оставить в покое, поэтому у нас пока что вид будет просто с Леонардом, с нашим опсом, со мной, и я вам как раз таки покажу и расскажу о пяти рецептах, которые я недавно попробовала приготовить, некоторые из них я уже готовила, и мне безумно понравилось. Поэтому давайте начнем с одного из самых простых блюд, и это будет соленый завтрак, то есть я знаю, что многие любят завтрак чем-то сладеньким, многие им наоборот нравится завтрак чем-то более соленым, более плотным, поделитесь, кстати, в комментариях, какой вы человек, который любит что-то сладенькое, или наоборот, потому что у меня все по настроению, иногда я просыпаюсь очень голодная, я понимаю, что, например, каким-то фруктом, не знаю, срахисовая паста я просто не наемте, и мне нужно просто нормально как пообедать, вот, поэтому поделитесь, кто вы, сладкоежка с утра, или наоборот, более так плотно любите поесть, и первый из рецептов это будут тосты с моим любимым хумусом, со спирулиной, в последнее время я почти во все свои хумусы начала йода гулять, так как она хорошо повышает иммунитет, в целом содержит достаточно большое количество белка, и на самом деле делать этот хумус очень просто, давайте я вам расскажу, для него нам понадобится нут, чтобы он был до этого замоченный и уже сваренный, если вы не знаете, сколько его нужно замачивать, это примерно 12-18 часов, затем просто в обычной холодной воде, затем вы его варите примерно 1,5-2 часа, и вот затем он считается готовым, он считается, можно сказать, активированным, потому что из него выходит, по-моему, фитиновая кислота, и в целом он лучше намного усваивается, если у вас, например, есть проблемы с тем, чтобы у вас именно какие-то газообразования образовывались, после того, как вы идете в бобовый, то, скорее всего, потому что вы его не замачиваете, ну, где ваш организм просто находится в периоде адаптации к такому большому количеству клетчатки, которая в них содержится, в целом, это окей, у меня тоже так было, и сейчас все прекрасно, поэтому нут уже готовый, замоченный и сваренный, также нам понадобится немного овощей, я их тушу, у меня это стручковая фасоль, немного горошка, и также цветная капуста, то есть я люблю прям вот это сочетание, мне очень комфортно, оно очень вкусно, также тахина, это паста из кунжута, тоже безумно полезна для нашего органина, какое-то рекордное количество кальция находится, также мы берем спицы по вкусу, спирулину и хлебцы, или хлеб, по вашему усмотрению, я очень люблю гречневые Dr. Corner, и это моя большая любовь, поэтому я беру их. Так, что мы делаем? Кладем, собственно говоря, все в блендер, кроме хлебцев, мы кладем туда нут, берите то количество, которое вам будет комфортно, я кладу примерно 3-4 ложки, затем добавляете овощи, тоже по-вашему смотреть, то есть вы можете взять и другие овощи, ну, мне обычно нравится именно с этими использовать, я уже сказала, также добавляем тахину, если у вас нет тахины, можно добавить какой-то урбич, например, миндальный, по поводу орехов не знаю, урбич также из кунжута, это тоже самое в целом, абрикосовые косточки можно попробовать, или взять просто растительное масло, если у вас нет, нет какой-то ореховая пасты, оливковое, любое масло в целом подойдет растительное. Также мы добавляем немного спирулины, у меня она в порошке, в целом ее вкус меня не смущает, и как бы для меня окей, для меня все-таки важнее ее свойство, нежели ее вкус. В спирулине содержится какое-то рекордное количество, как я уже сказала, растительного белка, также в спирулине огромное количество витаминов, это витамины группы В, А, С, Д, Е, а также фосфор, калий, кальций, магний и другие микроэлементы. Также добавляем немного соли, я использую адыгейскую, для меня она более вкусная, и добавляем специи. Специи тоже смотрите по вашему усмотрению, я люблю добавлять, например, зиру, куркуму, люблю петрушку добавлять. Все взбиваем в блендере, и если будет плохо взбиваться, можете добавить либо немного еще маслица, тогда он будет такой еще более питательный, более жирненький, или же добавляем немного водички, чтобы он просто был более легкий, я бы сказала. И также все это наносим на наши хлебцы, можно добавить себе какой-то топпинг, положить помидорку, например, украсить, и вуаля, ваш очень вкусный завтрак готов, вы можете просто брать, хрумкать и наслаждаться. Я собираю примерно 3-4 хлебца с таким хумусом, и я чувствую сытость на протяжении 4 часов примерно, потому что нут, как бобовая, она дает просто супер какую-то колоссальную сытость. Следующий завтрак, он уже более сладкий, более такой, знаете, легкий, я бы сказала, весенний. Это мачо-смузи с гранулой. Да, все очень просто, я бы сказала, мы берем с вами овсяное молоко, я взяла с мачо его, на самом деле мне очень понравилось, поэтому очень рекомендую попробовать. Также и с кофем тоже хочу попробовать, но пока что с мачо. Вот, я решила взять, также берем бананы, я взяла примерно где-то половину одного замороженного банана и один целый банан, который не заморожен. И также, если вы хотите, чтобы ваш этот, так скажем, десерт-завтрак был более сладкий, берите более спилые бананы. Также я добавляю 2 ложки райсовой пасты, именно эта у меня с морской солью, но в целом можно взять абсолютно любую, на ваше усмотрение, на ваш вкус, и на то, что есть в вашем хайдерской холодильнике, но в вашем чекахчике. Или также можно взять, например, миндальную пасту или какой-то урбич. Вот, добавляем растительное молоко, в моем случае это с мачо, и также добавляем немного самого порошка мачо, для того, чтобы больше бодриться. Вообще, в целом, на самом деле, мачо, оно также полезно, оно обладает большим инспектором антиоксидантов, которые помогают нашей коже не стареть, и нашим клеткам хорошо восстанавливаться, поэтому такой очень полезный и апгрейдный завтрак. Кстати, его можно использовать просто как смузи, то есть именно все это взбить, и получается выпить, или можно украсить, как это сделала я, добавив немного семян чиа, добавив немного гранолы, которые я использую, она также шоколадом и мидалем, и также можно использовать, например, еще фрукты, и добавить по вашему усмотрению. И я также добавляла еще кокосовую стружку, но это абсолютно на ваше усмотрение, опять же, она добавляет просто вкус. И все, и наслаждайтесь. Можно есть. Саша, например, очень понравилась, мне тоже, и по вкусу, по консистенции, она прям очень классная. Следующий завтрак — это ленивая овсянка. Я уверена, вы неоднократно о ней слышали, и я тоже, и какое-то время назад я прям очень любила ее готовить, правда, в последнее время я от этого отдалилась, но так или иначе хочу поделиться с вами одним из моих самых любимых рецептов, именно ленивой овсянки, и делать ее очень просто. Кстати, классный вариант на случай, когда вам совсем не хочется готовить завтрак, или еще что-то, хочется просто схватить эту банку и, например, утром куда-то бежать, на йогу, может быть, или на работу, или, например, если вы захотите потом ее выложить и просто поесть на тарелке, потому что, ну, она реально будет очень вкусной. Получается, мы берем немного овсянки, опять же, смотрите на ваше усмотрение, я беру примерно грамм 20-30-40, то есть смотря на сколько я буду голодна примерно, и также добавляем туда немного орехсовой пасты, я беру 2 чайные ложки, это в целом отличный источник белка, отличный источник микроэлементов, которые тоже будут насыщать ваш организм и полезных жиров. Также добавила немного семян чия, который также богатый омега-3, который помогает нашей коже, чувствует себя более хорошо, более увлажненно нашим волосам, расти быстрее. Кстати, интересно, я вот сейчас заплела волосы и так странно на себя встретить, но мне даже нравится. По желанию, ягоды или фрукты, вообще абсолютно на ваше усмотрение, что у вас есть в холодильнике, подают яблоки, груши, бананы, замороженные ягоды, отличный вариант. Также можно добавить туда орехи, но на самом деле, если вы любите больше орехи, которые хрустят, то можно их добавить, например, с утра сверху, потому что если вы их положите с вечера, то они немножко разбухнуты, будут более мягкие. Но вообще, в целом, орехи лучше замачивать, я думаю, вы это знаете, поэтому можете, например, отдельно замочить орехи и потом уже их добавить. И все это заливаем нашим молоком, можно брать овсяное, вообще абсолютно любое, но я предпочитаю все-таки растительное, я залила мачей, и это, кстати, тоже было очень классное такое добавление вкуса. Все это заливаем примерно стаканом, чтобы оно хорошо размешалось, перемешиваем и ставим в холодильник на ночь, чтобы оно все впиталось. Или, например, если вы делаете утром, то можно поставить примерно на 2-3 часа, ну, по 4 даже часа, и все будет прекрасно, оно тоже набухнет, пропитается и будет очень-очень вкусно. Сегодня на рецепт, которым я хочу поделиться, он тоже будет соленым, и для него мне понадобится тесто. Я купила вот такое вот тесто, оно по вегану, то есть там буквально мука и вода. Получается, я его раскатала и стаканом нарезала небольшие формочки, положила в, как, не в саму духовку, как на противень, но формочки, и положила туда топу пасту с томатами от Соймик. И на самом деле я прям была под большим вопросом, получится ли это вкусно или нет, потому что это просто тесто и топу паста. И разложила, получается, все это по форму. У меня, знаете, такие корзиночки очень милые получились. Все это поставила в духовку примерно на, наверное, 15 минут у меня получилось, на 200 градусов, но вы все равно смотрите, потому что у всех в духовке работают по-разному. И когда я увидела, что корочка у теста уже немножко так подрумянилась красиво, я их достала, и на самом деле была просто невероятно удивлена, насколько они получили вкусными, и насколько мало это времени у меня потребовало. То есть даже сейчас, как раз-таки на карантине, когда у нас есть время на то, чтобы попробовать что-то новое, я бы очень рекомендовала попробовать этот рецепт. И если хотите, также можете делать тесто сами. Я знаю, что делают очень классные изнутой муки. Я тоже хочу попробовать. Я очень хочу сделать лепешки изнутой муки, на самом деле. Я думаю, я это сделаю в будущем, поэтому в ком-нибудь из влогов вы обязательно увидите этот рецепт. И также вот, получается, потом просто они остывают. Я дала попробовать Саше, он такой, о май гад, о май гад, что это такое вкусное. Он сказал, это похоже на что-то супер грузинское и такое теплое, родное. Саша говорит, это в восторге, ему очень нравится. Рассыпается. Очень вкусно, реально, как будто вот в грузинское кафе пришел, и что-то там тебе со специями такой прямой бак дали. Леонардо ценил. Вкусно, да, пахнет? Я очень-очень добрая. Я была просто супер довольна и счастлива, поэтому очень рекомендую. И мне кажется, также вот эти корзинки очень круто получатся с топу пасты с грибами, с томатами и, возможно, еще с травами. И это будет просто огнище. И, кстати, мне кажется, даже их можно сладкими сделать, добавив туда, например, с черникой, или с кокосом пасту, или с черносливом. И, возможно, туда добавив еще какие-то ягоды, такие, знаете, как мини-пирожки получатся. Короче, огромное просто поле для того, чтобы попробовать. И я думаю, вы обязательно это сделаете. И если будете делать что-то по этим рецептам, то обязательно отмечайте мне в Инстаграме. Я буду просто супер рада, счастлива видеть вот эту прелесть, потому что я видела, как много топников вы сделали. И я такая, о май гад, это так круто. Спасибо вам за это. И последний рецепт, который я уже показывала в одном из своих видео, это панкейки из зеленой гречи. Это вообще мое, на самом деле, открытие и большая любовь, потому что их делать очень просто. Сначала вы замачиваете гречу на ночь зеленую примерно в стакан, но этого даже было много на самом деле. То есть, я бы сказала, грамм 100. Это прям вот так вот. Это прям супер, как много хватит получается. И на следующее утро вы ее промываете. Затем кладете в блендер, перемешиваете. Она такая очень легкая, очень нежная становится. Добавляете немного банана. Я добавила целый. Опять же, насколько сладким вы хотите это видеть, настолько много и добавляете банана. И настолько берите его спелым. То есть, чем сладче вы хотите, тем берите более такой, знаете, темный, переспелый банан. Это будет просто прекрасно. И также, например, если вы хотите поесть творожок из зеленой гречи, то есть не жарить панкейки, то отличным вариантом будет просто вот на этом этапе закончить и начать ее есть. Потому что серьезно, зеленая греча с бананом перемешанная, это просто огонь. Если честно, то это уже получился просто какой-то потрясающий творожок. Это очень вкусно. Можно оставлять так, ничего не жарить. То есть, если еще банан, например, делать холодным, взять или взять еще ягоды, это такой десерт шикарный, что я прям... О май гад, это очень вкусно. Поэтому, короче, все это смешиваем. Можно добавить еще сироп от пенамбура и для сиропа агавы. Для сладости как раз таки я добавляла мед, потому что у меня не было никакого сиропа. Я очень надеюсь, что я скоро закажу его, и он придет, и мы будем еще разочек его готовить уже сироп от пенамбура. И также затем, опять же, попробуйте вот это вот то, что у вас получилось, когда будете... Обязательно это попробуйте, потому что это просто бомбически. Мне кажется, я села половину этой смеси, когда я готовила. Это реально было очень вкусно. И потом я добавила немного соды, ее можно гасить как лимоном, так же с уксусом я гасила, например. И все это уже смешиваете. У меня Леонард что-то уронил. Ну, как бы ничего необычного, все это вместе смешиваете. И затем уже жарите на сковородке, уже разогретой. Я жарила на кокосовом масле. На самом деле, думала сначала, что все будет супер как прилипать, потому что мы не использовали ни муки, ничего. Но по факту получилось вообще шикарно. Мне понравилось, поэтому я очень рекомендую вам тоже попробовать. И опять же, если будете готовить, то отмечайте. Кстати, вот эти вот панкейки из зеленой гречи, это из рецептов Ани Киселевой. То есть я ни в коем случае не присылаю, не приписываю себе этот рецепт. Я его где-то видела, слышала и решила попробовать. И решила с вами им поделиться. Поэтому готовьте. Его также можно хоть как украшать. Я, кстати, украсила его Альпра десертом шоколадным, темным шоколадом. И добавила банан, немножко кокосовой стружки. Просто огнище. Огнище. Я серьезно, это было просто огненно круто. Даже Саше понравилось. И они не были сладкими, эти панкейки. Но, блин, они были реально крутые. И не казалось, что они, знаете, тонну весят в вашем организме. И вам от них супер как тяжело. Пришел Лео, рассказывает. Вот давай, расскажи мне, что ты натворил, Леонард? Что ты натворил? Ну, что ты натворил? Он не хочет узнаваться. Вот так вот он себя ведет. В общем, обязательно попробуйте приготовить. Это, правда, очень вкусно. Я думаю, даже если вы панкейки польете, возможно, чем-то не веганским, типа сметаны или, например, меда, то это будет тоже очень-очень вкусно. Потому что они сами по себе очень легкие, очень, знаете, такие воздушные и очень крутые. Что нам делать еще в карантин, как говорится? Давайте с вами готовить, давайте пробовать новые рецепты. Леонард, давай не будем лезть в камеру. Вот смотрите на него. Он просто жаждет внимания, 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 Леонард. Ты жаждешь? I don't like it. В общем, давайте с вами готовить. Вы счастливыми, очень вкусно питаться. Потому что, на самом деле, сейчас карантин это реально шикарная возможность для того, чтобы питаться правильно. Для того, чтобы пробовать новые рецепты. Для того, чтобы не бояться от всего пробовать. У нас есть на это время. Поэтому давайте с вами готовить. И я уже готовлю для вас видео с обедами, с шикарными овощными обедами. И с моими шикарными хумусами. Я надеюсь, вы его ждете. Пишите в комментариях, какой из рецептов вам больше всего понравился. Возможно, какой вы уже пробовали или какой вы больше всего хотите попробовать. Возможно, у вас есть для меня какой-то рецепт, который тоже будет интересный. Который мне может понравиться. И который я могу приготовить. И если это видео соберет достаточно много активности, так скажем, я сразу сниму вторую часть по любимым своим завтракам, которые я готовлю и которые я люблю. И буду рада ими с вами поделиться. В общем, пишите в комментариях. Я буду вас ждать. Пишите. Можете даже написать, как у вас дела. Я буду тоже очень рада, чем вообще вы сейчас питаетесь. Как у вас дела с правильным питанием. Потому что в карантине реально есть время на то, чтобы хорошо питаться. Вот такие вот дела. Давайте общаться с вами. И увидимся уже очень-очень скоро. Посмотрите вот на этого. На его растяжку. Вот только посмотрите, какая у него растяжка. Какая у него шикарная фигура. Как ему не стыдно. Прикрой его локтем. И скажу ему пока-пока. А еще спасите меня из тиктока, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok